Приветствую вас! На ваших коронах прикольные экономические новости уже за 24 июля. Лето заканчивается. Ну, в данном случае пошло на уголь. Я понимаю, что есть люди, которые любят лето. Плохо. Те, которые не любят, хорошо. Выбирайте. А пока вы будете выбирать, хорошо или плохо лето, я вам расскажу прикольные экономические новости. Что в этом выпуске? Курс? Курс? Как же без курса? Сами видите, что валютный рынок дергается и дискуссия очень популярна. Причем начали даже спрашивать народные депутаты. А что нам делать? Значит, деньги есть. Естественно, про учетную ставку пару слов скажем. Вообще, скажем, про банковскую систему больше будет новостей. Ну, просто так как-то складывается, что банковская система сейчас более актуальна. Естественно, пару слов скажем про нашу Прозору. Все как-никак, это ж наш цитадель. Про налоговую пару слов скажем. Вспомним, что можно ожидать осенью. Там есть определенные льготы хотят везти. Расскажу, расскажу, не переживайте. Ну, короче, слушайте, прикольные экономические новости. А, еще, еще забыл. Я вам расскажу про платные камеры в СИЗО. Ну, на всяк случай, она вас понадобится. Итак, первая новость. Курс. Ну, не знаю, следуете или нет. Сегодня, это месяц 24 июля, с утра сложилась такая тенденция. Думали, все, 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 пойдет революбация. Было заметно. Сейчас немножко объясню. С самого начала, как курс практически, ну, фактически был момент, когда вот уже 27,7 и было видно, сейчас 27,60 пойдет с копеечком. Вышли спекулянты, 27,8 и больше того подобного. Еще раз обращаю ваше внимание. На сегодняшний момент Кирилл Шевченко, ну, как бы сквозь пальцы смотрит на игры спекулянтов. Серьезно. Нет, я не знаю. Может, в этом есть смысл. Может, действительно есть сговор. Не знаю. Но, смотрите, какая ситуация. По такой не совсем официальной информации, потому что она всегда запасывает. Приблизительно национальный банк потратил 400 миллионов долларов для того, чтобы погасить, так сказать, девальвацию или девальвационные игры на межбанке. Не спорю. Дело хорошее. Но возникает вопрос, а зачем он позволяет спекулянтам разгонять курсы, а потом продает валюту. Не, я понимаю, что когда вы купляете миллион долларов, зарабатываете на этом 10 копеечек. Ну, купили, перепродали. У нас в банке купили по 27,7, к примеру, перепродали по 27,8. 10 копеек в карман. Неплохо. 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 Смотрите, то, что продает валюту, хорошо. Но нацбанк может дать сильно по рукам спекулянтов. Торги показывают спекулянты. Не, понимаете, чтобы правильно понять, если это нормальные торги, то нормальные лоты. Но когда рынок закидывает с лотовым по 10, 20, 30 тысяч долларов, ребята, ну это чушь собачья. Ну, что это за сделки. Ну, чтобы правильно понять, у нас обращается 200-300 миллионов, 20-30 долларов, формирует курс. Ну, прекращайте. 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 Ну, и сразу же в рикошетов. Вы слышали, что разместили еврооблигации, причем на 2 миллиарда долларов. И тут сразу ура, ура, ура. Я говорю, плохо. Плохо. Ну, то, что на 12 лет, это вроде бы и хорошо, но очень высокая доходность. Купон 7,25. Даже нет, 7,5. А доходность 7,25. Продавали немножко дороже. Это очень дороже. Это в долларах США. Ну, вы сами знаете, депозиты сейчас по 1,5%, а тут 7,5. Это очень дороже. Я понимаю, что большая часть этих еврооблигаций сейчас оказывается в офшорах, связанных с людьми, близкими к власти. Все как было при. При Януковиче такое было. Было, было. Помните? Ну, вот когда вот что-то пытается конфисковать. Такое самое было при Порошенко. Такое самое произвел. Нет, я ничего не имею против. Классическая схема вороста денег в флотбюджет. Не спорю. Это нечего рассказывать, что что-то поменялось. Но сразу говорю, это высокий очень процент. И, честно говоря, конечно, пройдет время. Будут истерические крики. Боже, как нам быть? Такие дорогие проценты. Афера. Чистейшая афера, ребята. Ничего личного. Ребята просто заработали. При этом президент в курсе, премьер в курсе, глава Минфина в курсе, но глава Назбанка наблюдает за ним, что сказали. Но! Чистейший афер. Чистейший. Вы сами понимаете, сейчас бы предложили населению, ну, пускай даже под 4%. Не под 7, под 4, под 5. Какие 2 миллиарда, 20 миллиардов? Не, населению нельзя. А от аферистов можно. Поэтому и поддерживаются аферисты. Хорошие люди. Они умеют воровать. Да, власть меняется, но жулики остаются. Ну, что поделаешь, такова. Пабло в нашей жизни, и не только нашей, обращаю ваше внимание. Теперь еще новость, ну, как бы, переходящая. Смотрите, вчера заседал Назбанк, то есть, правление, ой, извиняюсь, Рада Назбанка, плюс там, правление и так далее, что обсуждали, стоит ли повышать учетную справу. Не повысили, не повысили. Причем тут сейчас заявление сказали, что нецелесообразно, нет, снижать, снижать учет, не повышать, снижать. И сейчас обсуждают тему, что нецелесообразно. Сейчас учетная ставка 6%. Сейчас обсуждают, что, мол, нет смысла снижать еще ниже, и на 5% не стоит, 6% остается. И обсуждают тому подобное, что, вот видите, учетная ставка, все хорошо, и тому подобное. Но смотри, какая ситуация, много раз говорю, учетная ставка не работает. Судите сами, учетная ставка 6%, а кредиты, которые выдают физлицам, 36%. Мне кажется, вам как-то немножко не совпадает, правильно? Правильно. Да, с формальной точки зрения, юрлицам можно выдать кредит под 10%, но юрлицы не будут их взять. Вот такая вот ситуация, абсолютно. Плюс ко всему, сразу же, сколько мы начали с кредитов, обращаю ваше внимание. Так, все-все заявляют, что учетная ставка 6% будет стимулировать снижение ставок по кредитам. Для физлиц не стимулируют, еще раз, уже никак. Для юрлиц они раньше были 10%. Проблема в том, что просто их невозможно выдать. Условия кредитования сделаны такие бессмысленные, что люди не могут получить. Теперь то, что я говорил в предыдущем видео, давайте я повторю просто. Да, ставки по эквазитам снижаются, но это никакого отношения к учетной ставке не имеют. Ставки по эквазитам у нас теперь привязаны к ставкам по ОВГЗ. Вот ставки по ОВГЗ снизились, ставки по эквазитам падают. По той простой причине, что получилась глупая ситуация. Банки собирают деньги и за эти деньги покупают ОВГЗ, но не кредитуют бизнес. Ну, опять же, если кто-то случайно слушал выступление главы НБУ, конечно, он рассказал, что все хорошо, все замечательно, низкая ставка, кредиты сейчас будут выдавать, все ура, 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 ставки низкие и тому подобное. Не договаривают. Не договаривают. Не, было, конечно, очень хорошо, что банки, вместо того, чтобы покупать ОВГЗ, ну, я покупаю, пускай покупаю, начали кредовать бизнес. Замечательно. Просто, я только за. но в действительности, пока это не происходит, ну, я понимаю, лето вообще, это уважительная причина, что будет дальше, посмотрим. Надежды мало. Все эти разговоры про льгот кредитования 5, 7, 9 полностью провалились, полностью. Ну, объем выданных кредитов настолько мал, что он никак не может повлиять на создание новых рабочих мест. Ну, че слова не может. что-то. Все уже в создании новых рабочих мест, но надо, чтобы было не один миллиард, как разместили 50, миллиардов, ну, не знаю, даже 10 мало, миллиардов 100. Да. Вот если бы миллиардов 100 выдали новых кредитов для юрлиц, да, вот это действительно привело к уменьшению безработицы, честь слова, ребята. Это реальная вещь. Ну, то, что не миллиард, и то там, большая часть, это, как вообще, ну, смотрите, старый кредит, выдают новый, тут погашается, тут перекладается. Чистых 217,77 миллионов выдали. Новость, которая, знаете, преподнесена, значит, Евросоюз дал возможность Украине воспользоваться макрофинансовой помощью на 3,4 миллиарда, вот почему-то написано в доллары, вообще-то Евросоюз дает всегда в евро, ладно, пускай. Но, смотри, какая ситуация, понятное дело, что тут так, причем, говорите, это коронавирус, так дальше, это не совсем деньги. Это то, что называется, ребята, давайте распили вместе. Да, это кредит, мы будем его отдавать, ну, правда, на 20 лет, спорить не будет. Но, это чисто разворовывание денег вместе с европейскими чиновниками. Коронавирус, нет, вот предлога, да, вот вы говорите, почему никак не закончить карантин, вот, вот. То есть, грубо говоря, правительство Украины, евро-чиновники, будут вместе воровать 3,4 миллиарда. Разворяют в чертах. Как воровать будет? Консультация. Ха-ха-ха-ха-ха. Потом, мероприятие, агитация людей по поводу того, как мыть руки. Ха-ха-ха-ха. И дальше. Ну, потому что, вся эта афера сводится к тому, что есть, типа, проблема коронавируса, есть рассказы, болтовня, и тупая воровство. Нет, часть этих денег потратят на закупку очень важного оборудования, потому что, оказывается, что оно никому не надо. Часть денег потратят на закупку масла, кто-то нафиг, а вакцина, которая не помогает, это все будет. Разворуют все. Да. Вообще, коронавирус, это хороший момент воровать. Ну, одна из причин, почему на сегодняшний момент, действительно, если вы хотите купить очень дорогой автомобиль, надо очередь. люди борются с коронавирусом. Нет, хотя, с другой стороны, если даже поменять Кабмин, жуле, то же самое останется. Абсолютно. Понимаете, когда человек может украсть миллиард евро, почему не украсть? Тем более, евро-чановики не против. Понимаете, спорить будут, кто сколько украдет, это будет, не спорю. Новость, которая, понимаете, она преподнесена, значит, до конца, это, девушка, до конца года будет ликвидирована фискальная служба. государственная фискальная служба. Ну все, налогу платить не надо. Да нет, просто, ну, очередная глупость. Помните, сначала нас налогу и таможню объединили, теперь разъединили. И теперь уже будет не фискальная служба, а просто таможня. И теперь, причине государственной фискальной службы, будет ликвидироваться. Налоги останутся. Нет, вот это постоянные изменения, то объединили, то разъединили, то поделили, то разъединили. Без конца я краю. Нет, хорошо знаете работать там, замначальником по хозяйственной части. У-у-у-у-у-у. Специально записали, записали, записали. Нет, налоги были так останутся, но не будет фискальной службы. Такая вот новость, интересная, тоже очень интересно преподнесена, на это наш сказал министр здравоохранения, что будет введена социальная помощь людям, которые пострадали от коронавируса. Ну, в многих странах мира такое существует. Спорить не буду. Здесь, в общем, мы повторяем. И, в принципе, логично. Кроме нескольких нам. Ну, вы же догады. Первый. Ну, во-первых, это касается только тех лиц, которые сейчас перечислим. Пожилые люди, непонятно, какие пожилые. Люди, которые имеют инвалидность, люди, которые имеют несколько болезней. Такие сложно. И люди, которые, в данном случае, имеются в виду, относятся до социально незащищенных. То есть, имеются в виду официально бедных. То есть, они будут иметь право на пособия. Непонятный размер пособия. Но есть одна маленькая. Это пособия должны платить местный бюджет. Интересно, где они деньги возьмут? Не, не спорю. Некоторые местные бюджеты выплатят по 1000 гавит. Может, по 500. Может, по 200 гавит. Но, представляете, что есть провинциальные бюджеты, которые могут заплатить даже за электроэнергию. Так что, выплатить они не смогут. Ну, действительно, нет. Я не спорю, это европейская практика. Да, действительно, люди, которые переболели коронавирусом, если, ну, в данном случае, есть проблемы, ну, финансовые или у них социально незащищенные. Да, да, да. Им, ну, да, да. Но в Украине это смотрится забавно. Причем, я говорю, что самое забавное, что это говорит министр здравоохранения, а не министр финансов. Так что, скорее всего, не будет. А это уже интересная новость, ну, для украинцев. Компания Delo сделала исследование, что у нас происходит с работой. Ну, метод опроса. Да, спорить не буду, они неплохие исследования делали. Сразу, смотрите, они делают опросы, но вычищают. То есть, если там ответ из-за этого глупо, они выбрасывают. Ну, это тоже логично, потому что, понимаете, бывает делать опрос, а там людям лень, они так, как плохо ответили, это не мысль. А тут действительно, тем более Delo, компания, с которой многие работают. И, в принципе, это несложно в рамках этого ответить. Ну, что получается? Ну, в принципе, более-менее нормально. Знаете, смотрите, половина опросы компаний сказала, что мы не меняли зарплату, не повышали, но не снижали. Ну, где-то так и есть. Только 23% заявили, что да, действительно мы вынуждены были уменьшить зарплату, ну, вместо надбавки, премии, да. Логично, логично, логично. Естественно, самый болезненный вопрос, увольнять, не увольнять. Ну, смотрите, какая ситуация. Опять же, 14% заявили, что да, мы рассматриваем или уже провели оптимизацию, звучит хорошо. Согласен, полусогласен. Нет, 100% людей никто не увольняет. И нельзя сказать, что всех поразгоняли. Нет. Я понимаю, что какая-то часть работала нелегально, те и работают нелегально. А вот те, которые легально, ну, понимаете, у нас увольный человек очень сложно. Архи-сложно. По этой причине 14% вполне логично, что да, где-то какие-то компании вынуждены. 64% сказали, что мы не будем ничего делать. Не набирать новых, не уйдать старых. И 9% скажем, мы подумаем об увольнении штата. Нет, ну это всегда есть. Всегда есть какая-то группа. И, как вы догадываетесь, не хватает ценных цифр. Это те, которые не могли принято сказать. Бывает, бывает. Представляете, какая-то группа распределентов, которые не могли объяснить, что у них с трудовыми ресурсами. Вот такая ситуация. Ну да, действительно, ситуация следующая. Не скажу, что все, как бы скажем, вот так уже потеряли работу. Но часть людей потерял, а часть людей, ну просто как? Работает, но непонятно, что дальше. Ну непонятно. Да, работа есть, работает. А что дальше? Премии, скорее всего, по тому году не будет. Это факт. Новость. Ну, вы знаете систему Прозоро и... Вот смотрите, я в очередной такой эффект, что благодаря системе Прозоро, закупка газа для населения, то есть ЖКХ, так дальше, сэкономили 4 миллиарда. Вопрос, где они делись? Ну, понимаете, по-моему, вещей постоянно называют там 40, 30, 50, 100 миллиардов по адресу, где ты деньги? Деньги где? Ну, понимаете, если действительно за счет системы Прозоро удалось сэкономить, или, скажем так, ресурс, там 40 миллиардов, 4 миллиарда, должно быть в бюджете. То есть, грубо говоря, в бюджете должен быть излишек денег. Понимаете, если сэкономим? Излишек. А у нас постоянный дефицит бюджета. Нестыковка. Ну, все знают, что Прозоро это афера. Но зато как красиво звучит. 4 миллиарда, 40 миллиарда, 60 миллиарда. Эх, новость. Я... Знаете, смотрите, Миню сообщил, что благодаря платным камерам в СИЗО, госбюджет не просто так заработал Чего, стоп? Ну, нифига себе. Да, значит, заработал 318 тысяч гривен. Ну, чё, 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 так мало-то? Ну, это, имеется, с начала года, естественно. Как вы поняли? Ну, это, по-моему, очень мало. Но, правда, дальше они пишут, что вот в Киевском СИЗО сейчас 12 человек, 12 человек, ну, так сказать, незаключенных, арестованный, заключенный торговый, находится в камерах, платных камерах. Странно, странно, странно. Ну, скажу так, понимаете, платные камеры существовали всегда в СИЗО. Просто официально, неофициально. Тут они, как бы, официально это делают. Что значит платных камерах? Смотрите. В СИЗО, конечно, условия довольно спартанские, довольно тесновато. Как вы догадываетесь, условия то лето в камере же находятся. Плюс ко всему, естественно, даже, что называется, если лето очень жарко, есть такой нюанс, когда камеры перегружены. Например, в камере должно быть от силы. 24 человека, там 40. Сами представляете, что творится. Есть, конечно, тоже там довольно-таки перегружены камеры. Понятно, что если платная, там, как правило, как правило, максимально 4 человека. Мало того, если это камера, везде нары, платная может быть не нара, а просто кольки. Это тоже срабатывает. Естественно, что платный сделан ремонт. Нет. Кондиционера никто не ставит, вентиляторы есть. Понятно, есть телевизор. Телевизоры сейчас как бы везде есть. Мобильная связь запрещена, интернет запрещен. Единственное, что понятно, платный, скорее всего, ну, более-менее удобный место, естественно. Плюс, кроме санузла, скорее всего, есть даже, возможно, горячая вода. Если нет, то возможность пойти. Сполоснуться такое есть. Даже, чаще всего, использование там, ну, стол для холодильника, скорее всего, есть и так далее. Ну, то есть, не сказал бы, что что-то там такое сверху. Да, это более-менее какие-то приличные условия. Приличные. Люди, которые сиживали в СИЗО за границей, ну, такие тоже встречаются. Ну, например, в Франции, или в Германии, что у них там везде такие камеры. Ну, то есть, вот такие, как у нас платные, у них они везде. Там действительно, ну, как бы, в камерах, там действительно, ну, во-первых, нету перегрузки. Вот, действительно, холодильники, телевизоры, все есть. Да, интернет везде запрещен. Ну, хотя тоже, что нелегально, как всегда. И везде, ну, как бы, условия такие более, а у нас действительно более жесткие. Ну, у нас более жесткие условия для того, чтобы просунуть человека. Вообще, есть такой метод, когда человек касает довольно тяжелые условия, а следователю бывает показали. Такие варианты есть. Так что, тут так. Ну, бесплатно. Так что, никогда не попадайте, если что называется. А если попались, ну, купляйте платные камеры, чтобы хорошо сидеть. Шутка, но есть. И, последняя новость, как вы догадываетесь, какая? Правильно, историческая новость. В чем историческая, сейчас расскажу. 24 июля 1990 года впервые был поднят желто-блакитный трапор беля киевской миссерады. Да, да, действительно. Своё, ага, сейчас табличка осталась. Смотрите, своё время, ну, киевской городской горосполкома, ну, как вы догадываетесь, по традиции, всегда, было две таки мачты, на которой размещались два знамена. Первая, Советского Союза, вторая, Украинская, Советская Союзская Республика. И, вот, когда вот, 24 июля, там, проголосовали, сказали, верховно радуны, в этом случае, там, и вот тогда, шли, спустили, флаг СССР, и подняли флаг желтого блача. Да, такое было. Причём, сам народ, потому что, знаешь, это было действительно очень необычно. Вы понимаете, сейчас-то это всё, а тогда, в советские времена, вообще, что-то было, это что-то такое страшное, тут друг его. Так что, такое было, ребята. Вот такая вот история. И такие вот прикольные экономические новости. пишите хорошие комментарии. До свидания.